Привет! Добро пожаловать в Алматы! Сейчас здесь зима, и как видите, она прекрасна! Ну а сегодня я хочу показать вам самые красивые достопримечательности яблочного города. Итак, начинаем! Внимание! Бао! Медео – самый знаменитый и самый высокогорный каток в мире. Находится на высоте 1691 метр над уровнем моря. Ещё его называют «фабрика рекордов». Здесь их было установлено свыше 200. Сейчас он открыт для любителей катания на коньках. Говоря об архитектурных памятниках города Алматы, обязательно нужно упомянуть дворец республики. С площади перед ним видны другие символы города – гостиница «Казахстан», телебашня «Коктубе» и кинотеатр «Арман». Сама площадь – это излюбленное место для прогулок, а также проведение различных массовых мероприятий. Отсюда вы можете на фуникулёре подняться на «Коктубе», набрав более 250 метров высоты. «Коктубе» – это парк, расположенный на горе, откуда открывается невероятный вид на весь город. Здесь же располагается телебашня с одноимённым названием. Её высота – 371 метр. Смотри на моему улыбайся. На территории парка вы можете посетить памятник легендарной четвёрки «Битлз», а также послушать их «Бессмертные хиты». «Битлз", «Битлз», «Битлз» «Д Uzay, чисто и все это делается». – А, зубчик прямо спокойноharg Еще один символ города Алматы – это гостиница «Казахстан». 26-этажное здание вплоть до 2008 года было самым высоким построением Алматы. В Алматы есть памятник к культовому рок-музыканту Виктору Цою. Памятники мы поставили не за музыкальные заслуги. Именно здесь, на улице Тулебаева, Цой принимал участие в съемках фильма «Игла». Крупнейшая мечеть Казахстана – Центральная мечеть. Одновременно мечеть может вместить 3000 человек. Обладая внушительными размерами и лишенная помпезности, эта святыня сочетает в себе величие и непритязательность. Вознесенский собор. Собор, который вы видите – одно из самых высоких зданий, построенных из дерева. На минуточку, без единого гвоздя. Собор построен в 1907 году и располагается в парке 28 героев-памфиловцев. Здесь же, в этом парке, расположен мемориальный комплекс в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших на протяжении 45 лет горит огонь. Алматы – это не только город советской архитектуры. Здесь есть и деловой центр – царство стекла и бетона, расположенное у подножья величественных гор. В южной столице вы можете передвигаться с комфортом в часе пик на метро. С открытием новых станций популярность метро лишь возрастает, но многие воспринимают метро как аттракцион. Парк имени первого президента – это более 53 гектаров земли. Хоть парк открыт совсем недавно, в 2011 году, он набрал большую популярность среди алматинцев и гостей города. Это идеальное место для прогулок и занятия спортом. Чтобы обойти весь парк, вам нужно приложить немало усилий. Подниматься в горы на фуникулере – это идеальный вариант. Обязательно попробуйте. Ну что ж, друзья, на этой высокой ноте наша прогулка по Алматы подошла к концу. Надеюсь, вам понравился яблочный город. Ну а мы с нетерпением ждем вас здесь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok